В Самаре сегодня вынесли приговор двум полковникам регионального управления ФСБ. Сергей Гудованный и Павел Чермашенцев обвинялись в крышевании нефтяной фирмы. В Самаре изъята крупная партия фальсифицированных медицинских изделий. Контрафакт поставляли в больницы Самарской области. Бескондукторная оплата проездов. Каждый автобус в Самаре увеличится число валидаторов. Новая жизнь накануне пенсии. В городе бесплатно обучают желающих новой профессии. Помогают не только зловом, но и делом. В Самаре наградили 400 волонтеров Победы. Крышевание нефтяного бизнеса, незаконный оборот оружия и миллионы в рабочем кабинете. Самарский гарнизонный военный суд огласил приговор по делу высокопоставленных офицеров ФСБ, которых обвиняли в коррупции. Мэри Елчан расскажет подробности. Сегодня в Самарском гарнизонном военном суде стала известна развязка нашумевшей истории. К финалу приблизилось дело, которое расследовали с апреля 2018 года. На оглашение приговора подсудимые пришли уже с вещами. Видимо, решение суда не было ни для кого неожиданным. По словам следствия, криминальная история началась в 2016 году. Предприниматель Алексей Пашкевич обратился к полковнику ФСБ Гудованному с просьбой избавить от проверок его предприятия, которое занималось добычей и продажей нефтепродуктов. В дальнейшем бывшему чекисту платили за покровительство по миллиону. Вскоре к делу присоединился и его коллега, тоже полковник ФСБ Павел Чермашенцев. Задержали чекистов в апреле 2018 года, как раз в тот момент, когда они в очередной раз получали деньги. У Гудованного дома при обыске нашли более 80 миллионов рублей, оружие и боеприпасы. Прокурор запросил для него 21 год лишения свободы. Сторона защиты понимала, что подсудимые, скорее всего, сядут. Но тем, как велось судебное следствие, адвокат остался недовольным. Судебное следствие, ну, по форме оно прошло без особых нареканий. Но когда мы сейчас слушаем приговор, возникает недоумение, зачем оно вообще было. Потому что те доводы, которые приводила защита, они остаются без оценки. Суд на них закрывает глаза. Как проходило судебное следствие, возмутило и бывшего чекиста Сергея Гудованного. По его словам, в материалах дела есть сложные показания. Тем временем Гудованный – единственный фигурант, который провел в СИЗО полтора года. Остальные были под домашним арестом. Судья даже наюту в шаг не вправо, не влев. Зомбированность полная. Все доказательства, которые мы предъявили в суде, ни одного доказательства даже не рассматривали. В протоколе обыска боеприпасов нет. Следователи, они появляются. Нонсенс, как, если нет предмета, откуда он взялся. По решению суда, Гудованный отправится в колонию строгого режима на 20 лет. К тому же заплатит штраф 90,5 миллионов рублей. У остальных подсудимых наказание не столь сурово. Чермашенцев заплатит штраф 400 тысяч рублей и проведет в неволе 4 года. Предприниматель Пашкевич 7 лет, Булатов 5 лет, Переточкин 10 лет строгого режима. Приговором подсудимые остались недовольны. В ближайшее время их защитники начнут готовить апелляционные жалобы. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. В Самаре прокуратура и Следственный комитет изъяли крупную партию фальсифицированных медицинских изделий. Контрафакт обнаружили на складе компании, которая поставляла эту продукцию в лечебные учреждения Самарской области. Сейчас идет расследование. Подробности узнал наш корреспондент. В Самаре возбудили уголовное дело на компанию, которая поставляла контрафактные медицинские изделия в лечебные учреждения региона. Их обнаружили на складе в железнодорожном районе. Проверку проводили сотрудники прокуратуры, областного Минздрава и Росздравнадзора. На складе контролирующие органы обнаружили более 5000 медицинских перчаток, которые по визуальным признакам могли быть контрафактом. В ходе проведения проверки визуально были получены данные о том, что на данном складе хранятся фальсифицированные медицинские изделия. Признаки фальсификации были выявлены визуально различные. Медицинские изделия передали на исследование Росздравнадзор, который подтвердил, что они являются фальсификатом. Материалы проверки прокуратура отправил в Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело. Вся партия перчаток была изъята. Сейчас идет расследование. В областном Минздраве подчеркнули, что ведомство совместно с Росздравнадзором ведет жесткий контроль за поставщиками медицинских изделий и лекарственных препаратов. И проверки качества продукции ведутся систематически. Министерство здравоохранения Самарской области и Росздравнадзор заинтересованы, чтобы в наших лечебных учреждениях были только качественные лекарственные препараты и качественные расходные материалы. И мы очень внимательно относимся к тем фактам, когда наши учреждения сталкиваются с фальсифицированной продукцией. Наказание за торговлю контрафактными медицинскими изделиями до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей. Елена Малетина, Семен Безгинов, Григорий Пляшаков. События. В Самаре в сквере Дубовый колок на улице Старозагора пересохшее озеро вновь наполнили водой. С 8 утра автоцистерны работали без перерыва. За преображением сквера наблюдал Никита Борисов. Лариса Бунина живет в 12 микрорайоне уже 37 лет. Рассказывает, что сквер Дубовый колок – это любимое всеми место отдыха. По ее словам, когда озеро пересохло, местные жители очень расстроились. Сейчас она рада тому, что вернулась не только вода, но и утки. А уточки прилетели, они прям купаются. Все кормят их тут очень много хлебом. Ну вот теперь спасибо тому, кто это организовал. Озеро пересохло не в первый раз. 7 лет назад такое уже происходило. После того, как его почистили, оно снова наполнилось водой. В этом году озеро пересохло вновь. Местные жители очень обеспокоились. Они написали об этом в городскую администрацию и в интернете. Городские власти отреагировали. Сейчас озеро наполняют водой автоцистерны. Сюда уже на радость местных жителей вернулись утки, а весной планируется запустить рыбу. Зона отдыха прекрасная. Здесь и дети, и взрослые. У нас очень… Это вот погода плохая. А так, вы знаете, сколько людей? Очень много отдыхает, любуются. По весне с удочками. Так что нам озеро очень нужно. Чиновники Департамента городского хозяйства и экологии пообещали, что все работы по очистке озера завершатся до 15 октября. Анатолий Головко, Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов. События. Вернулся на круги своя. В Самаре шестой троллейбус возобновил работу по прежнему маршруту. Движение троллейбуса ограничили в июне. Это было связано со строительством развязок к Фрунденскому мосту. Как жители Куйбышевского района восприняли новость, увидел наш корреспондент Анатолий Головко. Жители Куйбышевского района Самары называют шестой троллейбус родным. Новость о том, что он вернулся на прежний маршрут, восприняли как настоящий праздник. Теперь пассажиры смогут с комфортом добираться до дома и в историческую часть города. От жителей Куйбышевского района большое спасибо администрации города в области. Большой сегодня праздничный день у всех нас. Мы с июля, что называется, учились. Теперь мы будем жить нормально. Рады, что вернули троллейбус, конечно. Все-таки по льготам люди. Здесь в основном пенсионеры в поселке живут. Все ездят. По словам водителей и кондукторов, местные жители заходят в салон с хорошим настроением. Благодарят за работу и даже угощают сладостями. С утра я была просто удивлена. Вот такой восторг у людей был. Заходят троллейбус с улыбками. Да неужели открыли транспорт? Да боже мой. Ну, я сама даже, вот, живу на 116-м, рада была, да безумие. Пассажирка зашла, говорит, только и наконец-то родной троллейбус вернулся. Одна девушка подошла, дала две шоколадки, говорит, угостить кондукторы. Ну, мне и кондуктор, говорит, с установлением маршрута с 6-го. Движение троллейбуса пришлось ограничить в конце июня из-за строительства развязок в Фрунзенскому мосту. До сегодняшнего дня он курсировал по сокращенной схеме. Все это время у нас маршрут работал в сокращенном режиме и ходил только до хлебзавода. Он здесь разворачивался и уезжал назад в город. Сейчас 15 машин, вот он вновь восстановлен в том объеме, в каком он и был. И в полной мере транспортную работу свою выполняет. Подрядчик профильного регионального министерства продолжает выполнять работы по строительству моста. В том числе занимается обустройством развязки на левом берегу. На развязке сейчас полностью выполнена работа по устройству верхнего савулоя. Асфальтобетонного покрытия и щебиночно-мастично-асфальтобетонной смеси. Выполняется работа по благоустройству. Устройство барьерного ограждения, шумозащитных экранов, как я уже сказал, опор, освещение и контактность троллейбуса. Транспортному потоку это не мешает. Троллейбус номер 6 ходит с интервалом в 10-15 минут. По словам горожан, это очень удобно. Не придется мерзнуть на остановке. Для тех, кто не пользуется социальными льготами, по маршруту курсируют автобусы. Они начали перевозить пассажиров еще месяц назад, когда в Куйбышевском районе открыли движение по шоссейной. Анатолий Головко, Григорий Пельшаков, События. Даешь валидаторы в общественный транспорт. Количество трамваев, которых можно будет расплатиться за проезд по карте, в Самаре увеличится. Новые технологии внедряют по проекту «Умный город». Удобно ли это пассажирам, узнала мэрия Елчан. Число трамваев с валидаторами может увеличиться. В августе этого года их установили в трамваях пятого маршрута. Система появилась благодаря проекту по внедрению передовых технологий «Умный город». Теперь две трети пассажиров оплачивают проезд на входе самостоятельно. И только одну треть обелечивает кондуктор. При этом пока есть те, кто платит за проезд наличными кондукторам, найдется работа, говорят в департаменте транспорта. Будем подбирать, на каких маршрутах еще это можно внедрить. Скорее всего, это тоже будут вот такие магистральные, которые проходят через весь город, так же, как и пятерка. И практику эту будем потихонечку распространять. Потому что она себя оправдала, она показала себя положительной. Ни одного у нас отрицательного отзыва нету от пассажиров. Напротив, мы видим по статистике, что это все востребовано, полезно и во благо идет. Еще одна система, которая зарекомендовала себя, это автоматическая система управления дорожным движением. Сейчас умными светофорами оборудовано более 50 перекрестков на Новосадово и Московском шоссе. Их установили в 2018-м. За это время система увеличила пропускную способность главных магистралей на треть. Установить умные светофоры планируют на Победе, Старозагоре, Гагарина, Дыбенко и проспекте Кирово. Подключат к ОСУДД и перекрестки Фрунзенского моста, который планируют достроить до конца этого года. Умный город – это цифровизация городского пространства, автоматизированная система управления в комплексе с теми программами, которые планируются в рамках проведения умного города. Она позволит расширить возможности этого умного города, обеспечить достаточную транспортную доступность. Еще одна часть проекта «Умный город» – обновление приложения «Прибывалка». Оно позволяет узнать расписание общественного транспорта в режиме онлайн. Программа за пять лет существования успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Ежедневно ей пользуются около 250 тысяч самарцев. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События. В Кировском районе Самары решают судьбу земельных участков, которые оформлены для садового назначения. А по факту на них расположены торговые точки. В итоге городская казна недополучает налоги. Как планируют решать ситуацию, обсудили на заседании контрольного комитета в городской думе. Лариса Шалафаст расскажет подробнее. Снести нельзя, зарегистрировать. Более 60 тысяч квадратных метров земли используют в Самаре не по назначению. Речь идет об участке в границах Старозагоры и Московского шоссе. Здесь по документам можно только огород разводить. Но расцветает здесь не сад, а торговля. Незаконное. Налоги платят не все. Городской бюджет страдает. По результатам указанных рейдовых осмотров земельных участков, информация об отсутствии правоустанавливающей или разрешительной документации на объекты капитального строительства и пакета документов, подтверждающих признаки самовольной постройки, все были направлены в адрес департамента градостроительства городского округа Самара. По словам представителей надзорных органов, теперь, когда все выяснилось, владельцы нелегальных объектов будут вынуждены либо зарегистрировать их, либо снести. Три положительных решения о сносе вынес районный суд Кировского района и два решения положительных о сносе вынес арбитражный суд. В рассмотрении находится у нас 38 дел. Более подробно эту ситуацию обсудят на совещании с участием представителей городских властей, Росреестра и налоговой службы. По закону торговые объекты, в зависимости от того, как они будут оформлены, могут облагаться налогами от половины процента до двух. В денежном эквиваленте это более 20 миллионов рублей. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Не увидеть картину, а почувствовать ее. Профессор кафедры социологии Тольяттинского госуниверситета Евгения Желнина создала передвижную выставку «Цветные прикосновения» для людей с ослабленным зрением. Автор проекта победила на всероссийском конкурсе «Майя страна, майя Россия». В нем приняли участие 90 тысяч человек из всех регионов страны. Подробности у Елены Малютиной. Творческие отзывы деток о выставке, то есть тех деток, те, которые плохо видят. Вы бы видели, как они это делают. То есть они очень близко наклоняются, как-то вот, ну так стараются, они облепят. Особенно вот тут вот это видно, что со всех сторон облепили. Вот этот вот, вот этот листочек бумаги, и каждый-каждый что-то пытался вот нарисовать. Просто обалдеть! Класс! Вообще, спасибо большое! Ну, приятно, приятно, конечно. Вот оно. Именно ради этого уже стоит этим заниматься. В руках Евгении Желниной отзывы и пожелания слабовидящих детей. Благодарят они ее за передвижную выставку «Цветные прикосновения». Около 30 картин выполнены в объемной технике для того, чтобы люди со слабленным зрением увидели каждую через прикосновение. Все это помогает таким детям адаптироваться и не замыкаться в своей болезни. Это, собственно, и было главной целью выставки. Показать ее Евгения планировала в пяти городах России, но в итоге представила в семи. Пенза, Ижевск, Набережная Челны, Самара, Казань, Тольятти и Чебоксары. Это стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Ну, в первую очередь, так вот очень сильно затепило название конкурса «Моя страна, моя Россия». Все мы, жители нашей России, большой и хороший, и красивый. И почему бы нам не сделать нашу страну лучше через свои проекты? Спустя пять лет после реализации проекта в жизни его автора изменилось многое. Она защитила докторскую диссертацию, стала профессором кафедры социологии Тольяттинского государственного университета. Вдохновились вот этим участием, потому что получили признание, получили высокую оценку экспертов, московских экспертов. Да, это очень серьезно, это достаточно высокий уровень. Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» проходит ежегодно. Задача – привлечь молодежь к решению острых вопросов социально-экономического развития регионов. Школьники, молодые специалисты, студенты представляют свои проекты и получают на их реализацию гранты, стажировки и дополнительные баллы к ЕГЭ. Президент в послании к Федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с криведением, с народным творчеством, с сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. В конкурсе «Моя страна, моя Россия» приняло участие около 90 тысяч молодых людей из всех регионов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество экспертов, сообщество педагогов-новаторов, сообщество молодых людей и их родителей, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел, где они живут, где они получают образование, где они работают. Мы приглашаем всех к участию в конкурсе. Очень много номинаций. Номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Каждый найдет для себя свою тему. Скоро стартует 17-й всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет есть шанс принять участие в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Улучшить жизнь своего региона, создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный и принять участие в конкурсе. А потом получить поддержку для его реализации. Елена Малютина, Николай Епифанов, «События». О подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны самарским школьникам расскажут на уроках мужества. Их будут проводить ветераны, педагоги, депутаты городской думы, а также участники молодежного парламента. Лариса Шалафаст продолжит. Никто не забыт, в преддверии празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне для самарских школьников проводят уроки мужества. О подвигах советских солдат ученики узнают не только от ветеранов и педагогов. К патриотической работе активно подключились депутаты городской думы и участники молодежного парламента при думе. Первые занятия уже проведены. Как только речь заходит, что это вот здесь сейчас, вот он живой ветеран, вот они люди из вашего города, которые с вами на одной улице жили, они воевали, и благодаря им вы сейчас свободно ходите, их сразу глаза раскрываются, телефон отходится назад, и мы стараемся подготовиться так, что можно было ответить на вопрос. На октябрь запланировано два десятка уроков мужества в 16 школах. Также депутаты районных советов проведут уроки более чем в 35 образовательных учреждениях. Важнее темы для советского, российского человека, поверьте, нет. Когда равные равному, эмоционально рассказывают о тех событиях, рассуждают, то будоражат не только сознание, память, но и самое главное, оставляют положительный рубец в сердце, воспитывают люди, так сказать, патриотизм. В преддверии юбилея Победы городская дума организует тематические фотоконкурсы, конкурсы творческих исследований, городской поэтический чемпионат и патриотические чтения Героя Отечества. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Помогают не только словом, но и делом. В Самаре наградили 400 волонтеров Победы. Всего в регионе свыше 3000 добровольцев. Все они помогают в организации ключевых событий, приуроченных к празднованию Дня Победы. На награждение побывала мэрия Елчан. Помогаем не только 9 мая. Таков девиз у волонтеров Победы. Александра Каськова в рядах добровольцев уже три года. Сейчас она координатор направления «Наша Победа». Вместе с другими волонтерами организовывает тематические квесты для студентов вузов. У меня интерес и желание помогать в первую очередь. Волонтер Победы я пришла первый раз на праздник 9 мая. Мне стало интересно. Мы делали подарки ветеранам, ходили к ним. Это некие эмоции, так сказать, позитив. Самая важная задача, говорят волонтеры, это не только сохранить историческую память, но и помочь тем ветеранам, кому зачастую не хватает внимания и простых человеческих разговоров. Действительно, эти ребята делают очень много в направлении сохранения исторической памяти, в направлении помощи ветеранам Великой Отечественной войны, в воспитании подрастающего поколения. Ближайшее событие, связанное с празднованием 75-летия Великой Победы, это парад памяти. Он пройдет в Самаре 7 ноября. О нем волонтерам рассказал генерал-майор в отставке Александр Протченко. На этот раз темой парада станет солдатская слава. Здесь собралась молодежь, которая занимается благородным делом. Это волонтеры, которые оказывают помощь в проведении мероприятий безвозмездно. В этом году более 400 волонтеров Победы помогали в организации парада Победы и шествия бессмертного полка. Всех их наградили благодарственными письмами. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Самарская область занимает лидирующие позиции в России по обучению граждан предпенсионного возраста новой профессии. Показатели по повышению квалификации и переподготовки превышены в три раза. Какие специальности пользуются спросом на рынке труда, знает Елена Малютина. Предпенсионеры – это люди, которым до пенсии осталось пять или менее лет, обладают особым трудовым статусом. У них есть возможность бесплатно сменить специальность или повысить квалификацию. На эти цели из федерального бюджета выделено около 70 миллионов рублей, еще три – из областного. Изначально предполагалось обучить 1076 человек, но количество желающих составить молодым специалистам достойную конкуренцию оказалось в три раза больше. Обучение финансируется по программе федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это востребовано как гражданами предпенсионного возраста, так и работодателями, поскольку работодатели могут обучить своих сотрудников под нужды своего предприятия, причем обучение у нас очень гибкое, работники могут обучаться без отрыва от производства, активно используются дистанционные формы обучения. Выучиться можно как на рабочего, так и на служащего. В проекте участвуют более 250 предприятий Самарской области. Задействованы практически все лидирующие вузы. У нас в области принят комплекс мер социальной поддержки граждан данной категории. Региональным правительством утверждена дорожная карта по содействию занятости работников предпенсионного возраста, в рамках которой прорабатываются механизмы повышения конкурентоспособности людей указанной категории. Повышение квалификации или новое образование позволяет предпенсионерам найти работу, получить гарантированную занятость и стабильный доход. В декабре правительство подведет итоги работы. Елена Марутина, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова